Японки, которые в белой форме ведут в счете 2-0 по партии, мы сейчас нас ждет третий сет, посмотрим, мы делаем прогнозы, Татьяна, что все-таки китайские волейболисты смогут собраться и навязать, в общем-то, борьбу, сопротивление сборной Японии, но как все не сложится, буквально сейчас увидим и пока смотрим на стартовый состав команды. У Китая самое главное изменение вместо Лин Лин Фан, 18-го номера, начинает Юми Ванг, номер первый, она осталась на площадке после того, как вышла на замену во вторую партию Японки. Я не думаю, что сделали какие-то замены, вроде бы все основные игроки на своих местах. Ванг будет подавать, а первое очко у Китая отыграно. Ну и опять до этого блестящий иглу на задней линии показывает лидера сборной Японии, достала от Ванг практически мертвый мяч, очень мощная атака была, но завершить розыгрыш своей пользы не смогли. Японки, Ивасака, 10-й номер подает. И Ванг ошибается в числе. Мне кажется, не могла Ванг определиться в поле или в ауте будет этот мяч, пока думала, в нее прилетела подача. А вот мы разобрались, у сборной Японии также никаких изменений в составе. Второй номер связующий Накамиши, 10-й Ивасака, 11-й Араки, Либера Заясу, 13-й Шиннаби, 14-й Бата и 15-й Кана. Старт и состав, но, в общем-то, мы уже отмечали, что замены нет у Японок особенно, и нет такой, при такой линии, не стоит никого. Но, 3-1, сыпется, сыпется китаянки на приеме. Главное, чтобы это со сборной Японии не сыграло такую злую шутку, когда кажется, что все уже можно сделать легко и быстро, а команда начинает сопротивляться, включать какие-то резервы. И получается тяжелая борьба. Пока все мячи, которые японки выиграли, очень легко и достались японкам. Мне кажется, Китай по времени немножко не успевает. Они пока не понимают, что происходит. Слишком быстрые атаки, сильная подача, с которой они не могут справиться. Ну вот, один в один. Сейчас закрывает Янг своего игрока и счет сравнивается. Китай-бата это была. Первый раз она в блок, тем более в одиночный, сейчас влезает. 3-3. Это то, о чем я говорю. Никогда расслабляться нельзя. Тем более с китаянками, которые по блоку пока переиграют своих соперниц. Ну а теперь еще и очко с подачи. 11 номер это была. Юнли Ксю. Начинала эту встречу Юн Вин Ма, а потом произошла замена. Снова на одном блоке атака из четвертой зоны. Рокки Хью использует руки, маленький связующий. Так получилось. Рокки использует руки. Поэтому сижу, улыбаюсь. Звучит очень забавно. Вот хорошая сейчас ответка. Забегание с одной ноги. Река Араки. Мне кажется, сейчас команды стали перемещаться по площадке. Вот после опять-таки каких-то своих успешных, эффективных действий. Больше, чем в начале первой партии. Как начинали они совсем стояли. Сейчас разбегались, разыгрались. По крайней мере, японки точно. Японки сразу выглядели более заведенными, настроенными. В общем, это привычное их состояние. Но Китай что-то пока не может прийти в себя. Теперь еще и блок. Ох, какая защита. Практически не было блока. Ведь одна связка на каменьше прыгала. И, казалось бы, без блока уж можно забивать. Но нет, там защитник в первой зоне готов. И вот сборная США. Американки сидят, уже мотаются. Кимберли Глаз. Тейпирует свои пальцы. Перед вторым полуфинальным матчем против сборной Кубы, который мы вам также покажем. И также вместе с Татьяной Грачевой прокомментируем для вас. Ну а пока у нас японская и китайская сборные бьются друг с другом в третьем сете. И сейчас мяч перелетел за антенной. Поэтому и прозвучал свисту головного арбитра. 6-6. А если вспоминать прошлогоднюю итоговую таблицу воли Мастерс, то только японки прибавили, они попали в четверку, по тому, как играют сейчас в полуфинале сборную России. Мы на этом турнире не видим. Наших девушек время для отдыха предоставлено. И команда сейчас, наша национальная сборная, находится в Хорватии на восстановительном сборе. Так вот японки попали в четверку, а остальная тройка осталась неизменной. Китай с США играли в золотом финале, а Куба боролась с нашими девушками за бронзу и, кстати, победила. 7-7 в третьей партии. Хитомина Камиши на подаче. Вот, узнаю, Китай. Появились, наконец-то, вот такие мориты, забеги. Ни разу на этом турнире не видела любимую китайскую комбинацию, когда первый темп идет за головой, а следующий игрок практически на таком же темпе идет за головой шире к антенне. Пока в титаянке это не играли. Продолжается третья партия. Хорошая доводка. Риза от рук блокирующих сравнивает счет 8-8. А это Кана была, прошу прощения, 15-й номер. Эх, опять достали. Ну, перебросить надо. Не получается, но блестящая игра в защите, блестящая борьба, самопережность и просто волейболистов не оставляет разнодушными зрителями, которые тут же взорвались аплодисментами. Конечно, вы посмотрите. Смотрите, как борются девушки до последнего. Как на чемпионате мира? Ну, так они заработали себе бронзу, потом кровью и своим трудом. Чуть не обыграли Бразилию в финале. Вот это была бы сенсация. Ну, это действительно даже похлеще бронзовых медалей. Ну, нам-то главное, что наши стали чемпионками второй раз подряд. Мы этому были рады, хотя за японок было очень приятно. Действительно, здорово они боролись, молодцы. 10-9, Китай выходит вперед. Атака первым темпом проходит. Совершенно непонятно до самого последнего момента, кому полетит передача. Снова неразбериха на китайском приеме. Страхует Роу Кульгью сама себя. Скидка и баты четвертой зоны за блок. Китайенко хочет протереть площадку сейчас. Ну, как здорово сбросил. Неудобный был мяч, нашла оптимальное решение, еще и выиграла. И очередная неразбериха. Сейчас подключение заднего и пытались изобразить в таянке. Настолько правильно летит подача по такой траектории, что исключается разбег первого темпа. Сейчас, если Кана продолжит в первую зону подавать, мы посмотрим за этим. КОНИДОК СПОКОЙ СТЕКИ Есть доводка. Наконец-то, да, Китай справился с приемом и, естественно, в четвертую зону на маленький блок 11-12. Ну, если не 100%, то процентов 95 забивает 14-й номер японской сборной. Сейчас она же будет подавать. 19 атак и один рейс. Хорошо Рокки Хью отследила смену на блоке, связка блокировала в центре и можно было спокойно нападать по ходу в пятую зону. Мне показалось, что сейчас Иванка играл на стороне соперниц, но нет. Переходящий мяч был, считает арбитр. Сравнивается счет 13-13. И японки ошибаются в атаке. Хотя каких-то грубых ошибок эта сборная не делает. Но игра в любом случае выровнялась сейчас в третьем сете. Абсолютно равный счет к середине партии и по игре-то, в принципе, так. Несмотря, опять-таки, на большие, многочисленные, я бы сказал, ошибки китаянок, собственные ошибки, но, тем не менее, счет равный. Значит, за счет чего-то они берут. Сглаживают все эти шероховатости, но за счет блок, конечно, в первую очередь. Иванка ошибается. Ну и передача была неудобная. Мне показалось, немного отведенный был мяч от сетки. Здесь с приема опять все началось. Доводка в середину площадки, длинное перемещение связки. И уже некому больше пасовать, как только искать Ванк в четыре. По собственным ошибкам примерное равенство. 14 у Японии, 15 у Китая. И равенство в третьем сете, 15-15. Хороший удар в блок для комфортного отскока. Все страхуют, готова задняя линия. И со второй попытки Японки уходят на второй технический тайм-аут лидерами 16-15. Японки уходят на второй технический тайм-аут лидерами 16-15. Вы видите лучших игроков матча на своих экранах. И Китая Бата 20 набранных очков. Фактически партию одна она выигрывает. Вот такой объем работы выполняет эта волейболистка. Ну, устала уже хвалить ее. Настоящий лидер главной ударной силы сборной Японии. Накомиша какой мяч достала на страховке. И опять блестящая игра в защите. Что творит ли полстка лидера? И снова длинный отскок падает в середину пятой зоны. Вся команда идет страховать под блок вместе с лидером. Быстро, как и Риза, со второй зоны. Очень быстро. Так как только появляется мяч над сеткой, сразу же сбивается. Он даже и до Янки на блоке не успевает. Хотя, в общем, тренирует-то свой блок против такого же нападения. Мизуха и Ишида. Мистеризм на подачу. 17-16. Посмотрим, что за подача этой волейболистки. Вот достойный ответ Китая. Первый темп на опережение блока. Обратная замена у японок. И Китай набирает на блоке 11-е очко. А в третьей партии 18-е. Мяч уходит в аут. И опять сетка на стороне. Да, я тоже хотела сказать, что сетка сегодня за японок играет. В который раз мяч зацепляется и падает, изменяет свое направление. Вроде бы центральный готов к короткой подаче, но не так-то просто вот такие сеточные мячи принимать. Да, без блока. Мы сейчас потеряли своего игрока. Крайне блокирующий пытался помогать в центре. И просто профукал, пропустил забегание во вторую зону. И опять китайский блок становится непроходимым препятствием для атаки сборной Японии. И в конце концов третьего сетка, и японки китайские на один мяч впереди. И в конце концов третьего сетка, и японки китайские на один мяч. И в конце концовка третьего сета, китай чуть-чуть впереди, 20-19. Страхует Эрика Араки. И забивает Майка Кана. Пятый номер появляется и Мамото. У меня это на связующую. Как и в первой партии, помним, что в этот момент блок просто необходим. И как не вовремя сейчас подают японки в аут. Так ошибаться нельзя. И замена была сделана для того, чтобы блокировать. Возвращается на Камиша. Это может японкам дорого стоить, если только они не отыграют подачу с первой попытки. Отыгрывают. И снова Якика Ибатон убирает очко в копилку своей сборной. И очередная глупейшая ошибка сейчас у японок. Переходящий мяч они обязаны были забивать. Ну или не торопиться. Можно было разыграть. Связка Вэй прекрасно видела. Перенесла руки. И вот так очень обидно для японок выиграла это очко. Ибер сбежит речен пока. Ибер сзади линии 22-22. Очень много девушки ошибаются в переходящих мячах. Не только из тех команд, которые мы сейчас видим. Те, кто предпочитают не рисковать, просто играют блоком в сторону. Очень аккуратненько укладывают мяч под сетку. Ванг с отведенной передачи далеко-далеко вау. 23-22. Китай второй свой тайм-аут использует в третьей партии. Ванг с отведенной передачи далеко-далеко вау. 2-3. Ванг с отведенной передачи. Ну что ж, концовка третьего сета, друзья. Посмотрим, как она пройдет. Закончится ли на этом все или игра продолжится в четвертой партии. Китаянки сравнивают счет 23-23. В общем, фанк не ищет легких путей. Походу мощно. Не в линию через маленький блок, а в ход. Ну кто бежать должен. А тут, конечно, да. Японки могут сказать спасибо своим соперницам, что подарили им 24-е очко и вместе с ним матч-бол. Достали скидку, смотрите, от Ебаты. И все, надо пасовать. Ну связка, в общем, могла здесь прекрасно сделать шаг и отыграть свое второе касание. Накомиша в защите. Не будет у японок атаки. Достают китаянки. И все. 25-23. С таким счетом японки выигрывают третий сет. Побеждают в этом матче. И мне кажется, впервые на Монтре в Моле Мастерс выходят в финал. Да, поздравляем сборную Японии с попаданием в финал. Где завтра она сражится либо со сборной Кубы, либо со сборной США. Китаянки играли достойно. Могли зацепить третий сет. Немножечко им не платило. Но мы с вами, друзья, прощаемся. Мы совсем не на донто. Нас ждет второй полуфинальный матч Куба против США. Где мы станем с Сатьяной также будем для вас работать. Приглашаем вас на эту трансляцию. 23 часа по московскому времени. Второй полуфинальный матч Куба США. Продолжение следует...